Всем привет, дорогие друзья! С вами Юрий Синицкий, вы смотрите канал Вдох-Выдох. На этом канале мы говорим про губную гармонику. И неделю назад на канале вышло видео в новой рубрике, в которой мы будем разбирать различные мелодии. Большое спасибо всем, кто поддержал эту идею лайком. Кстати, если вам до сих пор это интересно, поставьте лайк заранее, прямо сейчас и этому видео. Ну вот, в прошлом видео я попросил вас написать те мелодии, которые вам были бы интересны для разбора. И, вы знаете, самый первый был комментарий от подписчика по имени Сергей. И он попросил разобрать Валерия Зубкова «Возвращение из кинофильма Цыган». Я помню кинофильм «Цыган» и «Возвращение Будулая». Это фильм, его очень много раз показывали по Первому каналу. Я не столько помню музыку по фильму, сколько по рекламе этого фильма. Раньше Первый канал всегда рекламировал свои фильмы, видимо, чтобы потом дороже продавать рекламу в этих же фильмах. И вот эта вот мелодия, она звучала такое большое количество раз из телевизора в моем доме. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, что просто прям въелась в память. Я надеюсь, что мы здесь имеем в виду одно и то же. Дело в том, что Сергей написал «Возвращение», а я нашел то, что вот эта основная тема, про которую я подумал, она называется как «Встреча» Рубертюра. Встреча. Я опять же читаю ваши комментарии и под прошлым видео вы писали, что очень здорово, когда это не только табы, но еще и ноты. Здорово, что это не только когда ноты, но еще и табы. То есть какое-то такое совмещение. Я полез в интернет, чтобы найти ноты этого произведения, что, собственно, мне удалось сделать. Это было не очень сложно. Потом же я начал слушать эту музыку в кинофильме. То есть начал слушать разные фрагменты, где она используется. И ни разу не совпала тональность тех нот с той музыкой, которая была в фильме. Ну, а поиграть под фильм все-таки очень и очень хотелось. Поэтому я взял один из фрагментов фильма, где у нас играется эта мелодия, и транспонировал ее в аудиоредакторе, дорожку транспонировал так, чтобы она звучала в той тональность, в которой у нас и ноты. Итак, в общем, ноты, которые я нашел, там все играется в ля-миноре. И я, собственно, обрадовался, сыграв первую фразу, подумал, что все будет очень просто. Но как же я ошибался, дорогие друзья, все оказалось не так просто, как мне бы, и, может быть, вам этого хотелось. Но тем интересней встретился один овербенд. Ну и также есть пара бендов, которые расположены так, что играть не очень как будто бы удобно. По крайней мере, первый раз 50. В итоге времени я потратил на эту мелодию гораздо больше, чем планировал. Зато могу с вами теперь ее поделиться. Просим, просим, просим! Субтитры создавал DimaTorzok Давайте разберем по частям. Там есть одна такая фразочка, которая повторяется у нас несколько раз. И давайте начнем, собственно, с нее. Сограю первые два такта. Красивая, простая и очень узнаваемая фраза. Если вы сыграете только ее, то человек, у которого знаком эта мелодия, уже ее, конечно же, узнает. Следующие два такта. У нас повторяются эти же самые ноты в тех же длительностях. Причем у нас меняются аккорды в аккомпанементе, а нотки остаются те же самые. Та же самая фраза. Дальше у нас идет немного все по усложнению. Следующая фраза очень красивая, но уже немного сложнее за счет того, что нам нужно использовать один бенд. Но пока это еще все не очень хитро. Вот дальше довольно интересно. Фраза следующая, которая прозвучит по ноткам, она у нас начинается с фа. Однако в мелодии, которая играется в кинофильме, я прослушал ее на много-много раз. И отчетливо слышно, что мелодия там начинается с нотки до. Давайте проиграю вам и так, и так. Ну, в нотках написано с фа. Если играть с фа, то все звучит так. Если же сыграть с ноткой до, так как это слышится мне, то нужно заменить пятерку на вдох, на четверку выдох. На четвертом отверстии на выдохе у нас будет нотка до. Следующие два такта у нас идет повторение. Повторение первых двух тактов. Ну и вот, друзья, мы подошли, наверное, к самой такой сложной фразочке в этой теме. Сложна она тем, что здесь потребуется умение играть овер. Нам нужно сыграть овер на седьмом отверстии на вдохе, чтобы получить нужную нотку. Чисто технически прием овербейнинга не очень сложен, но требует более подготовленного для этого инструмента. Плюс для того, чтобы это все-таки звучало как полноценная такая нота, нужно прям посидеть, посидеть над этими оверами, подудить, глядя в тюнер. Но если вы еще не играете овер, то не спешите прямо сейчас закрывать это видео. Я прекрасно помню, как меня смущали вот эти вот нотки со звездочками. Что делал я в таких случаях? Я немножко менял мелодию и, в принципе, иногда это было не сильно резало слух слушателям. Если вы где-нибудь там на полтона сыграете не то, или просто пропустите. Ну или просто пропустите эту нотку. Хотя лучше, лучше, лучше проработайте и попробуйте все-таки эту нотку получить. У меня сейчас эта фраза звучит так. Ну и концовочка. В конце такой идет интересный сначала спуск вниз и скачок сразу наверх. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пришлось и двигать тональности и мелодия прям с первых разов как... Ты мотивировать хочешь или демотивировать людей? Демотивировать хочу. В общем, друзья, мелодия оказалась немножко сложнее, чем предполагалась. Вроде бы так легко добивается. Но с ней все не так просто. Но я в вас верю и верю в то, что у вас обязательно, обязательно получится. Главное не сдаваться и все будет супер. Наскоком такую мелодию вряд ли взять получится сразу. Но приложив усилие, можно, можно, можно ее одолеть. Пожалуйста, поделитесь впечатлениями от разбора в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео. Я действительно очень старался. Ты очень старался? Я старался, правда. Я вообще не ожидаю. Я думаю, быстренько сыграю. Тут такое началось вообще. У-у-у. Такое началось. Нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Подписаться, если вы еще не подписаны. А я смотрю статистику, еще не все подписаны на канал. Те, кто смотрит, подпишитесь. Не смотрите просто так, что вы. Ну, а в конце я оставлю еще музыку вместе с нотами, вместе с табулатурой, чтобы вы могли это попробовать сыграть без меня. С вами был Юрий Синицкий. До новых встреч. Пока. Я ухожу, а Бдулай возвращается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok